В последнее время, уважаемые братья, хотел поделиться некими мыслями, пришлось как бы быть свидетелем, когда были такие некие споры среди братьев, и вчера как бы также подошел один человек и рассказал свою историю, то есть его брат, так получилось, должен был деньги одному человеку, не смог отдавать. Этот человек позвонил ему, то есть не этому человеку-должнику, а его брату, говорит, вот я тебя давно знаю, вот твой брат нам нужен деньги и так далее, помоги нам. Как смог, я за него закрыл этот вопрос, этот долг, аль-хамдул-Лля. Потом этот человек опять начал мне звонить, говорит, уже твой брат не только мне должен, и другим должен и так далее, и начинает его как бы вот в этот момент некое под давление его давить, заставили там написать расписку, чтобы переписал на них квартиру, он живет в этой квартире, он маленькие дети, то есть самые последние хотели забрать и так далее. Хотя тот человек говорит, я вам навстречу пошел, как могу, я вам помогу в этом вопросе, постараемся закрыть, но последнего человека как бы нельзя забирать, то есть выгонять его из квартиры, оставлять без сего и так далее. Поэтому где ваша человечность, где ваше вот это некое братство? Я говорю, Субханаллах, эти люди как бы они вообще верующие и так далее, да, пятикратный раз день молятся, все как положено, внешне выглядит, как богобоязненный человек и так далее. Поэтому это меня подтолкнуло напомнить самому себе и всем нам, что же такое вот в исламе братство, как понимал пророк Мухаммад, как понимали сподвижники. Это некие слова, шиар, то есть некий такой лозунг, ты мой брат, как часто мы слышим, брат, ахи и так далее. Но под этим словом, это очень великое слово, и под этим словом подразумеваются большие хукук, то есть такие ответственности друг перед другом, права у брата и так далее. Поэтому я думаю, это было бы полезно всем нам напомнить еще раз, как понимали сподвижники, какие права есть у мусульмана по отношению к другим мусульманам. И просим Аллаха, чтобы эти слова, хадисы, аяты проникли в наши сердца, и после этого мы, альхамдулили, изменили свою жизнь в лучшую сторону. Во-первых, мы должны понимать то, что То, что братство, это великая милость Аллаха, субхану ва-та-Аля. Аллах, субхану ва-та-Аля, нас назвал братьями. Аллах, субхану ва-та-Аля, в Куране говорит, Поистине верующие они братья. Также, субхану ва-та-Аля, в сурате Аль-Анфалин сказал, Аллах, субхану ва-та-Аля, объединил их сердца. О ком этот аят? В Медине жило два клана. Всегда друг с другом воевали. У них были войны и так далее. Их отцы, их предки воевали. Потом, когда они приняли ислам, Аллах, субхану ва-та-Аля, сказал, Аллах, субхану ва-та-Аля, сблизил их сердца. Аллах, субхану ва-та-Аля, потом говорит, Помилуйся Аллаха, вы стали братьями. Но хукм этого аята не распространяется только на Аусу Аль-Хазрач, на всех верующих. И после этого, субхану ва-та-Аля, удивительно говорит, обращается к самым лучшим из людей, пророку Мухаммаду, салаллаху алейкум, печатью всех пророков и посланников, и говорит, Даже ты, Мухаммад, салаллаху алейкум, будучи посланником, пророком, самый лучший из людей, не сможешь объединить сердца, если на это отдашь даже все богатство этой земли. Однако, субхану ва-та-Аля, объединяет. Поэтому, субхану ва-та-Аля, Аллах, субхану ва-та-Аля, Аллах, субхану ва-та-Аля, повелевал верующим, чтобы они вместе держались, друг друга любили, друг друга ценили, и держались вместе. Субхану ва-та-Аля, приказывает нам и говорит, Вместе держитесь за верфь Аллаха. Джамия, вместе держитесь за верфь Аллаха. Верфь Аллаха — это Кур'ан, это путь посланника Аллаха, салаллаху алейкум, Это искренность, это едино Божие. Второй запрет нам. Ни в коем случае не разделяйтесь. Говорит, субханаму ва Та'ала. Также человек. Человек не может быть сильным в одиночестве. Недавно с одним человеком разговаривал. Он уже вышел на пенсию, поехал. У него развелся с женой. Дочка в другой стране живет. Он в другую страну поехал. Один друзей нету, никого нету. Я говорю, как у вас дела? Он уже в возрасте человек. Субханаллах, голод не страшен, говорит. Холод не страшен. Я говорю, что страшно? Страшно одиночество. Друзей нету, родственников нету, братьев нету и так далее. Поэтому верующий человек, он может быть сильным, когда у него есть братья, которые у него есть искренние джамаат, братья. Поэтому если посмотреть на сурату Аль-Каф, которую вы читаете каждую пятницу, Аллах начинает их историю и говорит, Всевышний Аллах говорит, поистине это была группа людей, уверовали в своего Господа, уверовали в своего Господа, и Аллах, субханаллах, приумножил их прямой путь, то есть поставил их на прямой путь. После чего? После того, как они держались вместе. Если посмотреть, то есть не было среди них пророка, то есть они, какие-то чудеса не спосылались им, а что у них было? Аль-Иха, братство. Вместе держались, поэтому они смогли столько продержаться в пещере. И удивительно, в этой истории, Асхабу Аль-Каф, Всевышний Аллах, субханаллах, сказал, поистине они были группа людей. И заканчивается эта история, Всевышний Аллах, субханаллах, говорит, Мы связали их, привязали их сердца. То есть держались они вместе. Если посмотреть на ирисале, на послание нашего пророка Мухаммада, салаллаху алейкум ассалам, Меканский период, то есть было братство. Вместе они были, где в доме Аль-Аркам, Ибн Аби-Аркам, вместе собирались, пророк, салаллаху алейкум призывал к исламу. Потом, когда переселились в Медину, пророк Мухаммад, салаллаху алейкум первый что сделал, построил мечеть, и побратовал, сделал братство между жителями Мекки, мухаджирами, и между ансарами. Поэтому достоинство вот этой, когда человек любит своего брата, говорит, люблю тебя ради Аллаха и именно среди верующих должна быть именно любовь ради Аллаха. Касательно этого есть много хадисов, много аятов. Аяты, которые побуждают нас, хадисы, которые побуждают верующих держаться вместе, уважать, ценить, любить друг друга ради Аллаха и именно вот это братство, вот это побуждение, любовь, она не построена на каких-то взаимовыгодных отношениях, на финансовых отношениях или еще каких-то, а именно основа эта, она построена на религии, на четких вероубеждениях верующих человека. И дабы мы держались вместе, заверив Аллаха, subhanahu wa ta'ala.